Доброго времени суток YouTube! Уважаемая психологическая комьюнити! Мы находимся на странице нашего сайта, посвященном автоматизированным методикам нашей собственной разработки этих методик. И хотел бы сконцентрировать ваше внимание на таких не методиках в прямом смысле этого слова, а на неких пробах функциональных, свойственных и созданных на стыке двух наук психологии и физиологии. Это некий квартет этих методик, их всего 4, ни больше ни меньше. Можно представить себе еще парочку, я пока умолчу об этом. Просто упомяну такие вещи, как реакция на свет, на звук вернее, прошу прощения, на свет, на чистоту мельканий, на тактильные ощущения. Такие тоже методики, я знаю, разрабатываются в реальной действительности. Но на данный момент наукой принимаются 4 вещи основных. Первые три, квартет. Это простая зрительно-моторная реакция, ПЗМР так называемая, сложная зрительно-моторная реакция с СЗМР, реакция на двигающийся объект, РДО. Это триада вот этих методик, они являются основными. И мы взяли в нашей лаборатории на себя смелость и разработали очень сложную методику. Сделали, я не побоюсь этого слова, прогрессивный шаг вперед. Мы автоматизировали методику, патопсихологическую методику, методику таблицы Шульте. Имеется ввиду, что вот это классический вариант таблиц, которые были разработаны в 50-е годы прошлого века, такими гениями отечественной патопсихологии, как то Сусанна Яковлена Рубинштейн и Блюма Вольфовна Зайгарник. Под их как бы гидой ими были созданы, адаптированы к нашей популяции, проведены исследования по таблицам Шульте. Изначально оригинальные варианты таблиц имели размерность 60 на 60 сантиметров. У нас они есть, мы их активно используем у себя в лаборатории. В дальнейшем было принято решение научным сообществом, в силу определенных причин и обстоятельств, уменьшить эти таблицы и принять их к разработке и к работе как таковые. То есть это таблицы размерностью 15 на 15 сантиметров. Вернее так они немножко не 15 на 15, а немножко чуть-чуть побольше, но не важно. В оригинальной версии они у нас тоже присутствуют, мы их реализуем. Ну и кроме того, в связи с тем, что есть все-таки мониторы достаточно большие, в частности у себя в лаборатории, мы используем только и только мониторы диагональю 27 дюймов и не меньше. 24 нас даже не устраивают, а можно использовать и мониторы большего размера. Но 27 дюймовые мониторы огромные, они прекрасно подходят для таких психологических работ. Я рекомендую вам, коллеги, использовать тоже такие же мониторы. Ни в коем случае не переплатите 2-3 тысячи, купите монитор не 24 дюйма подешевле, а купите монитор побольше 27 дюймов. А будет возможность, купите монитор еще большего размерности, уверяю вас, работать вы будете на них прекрасно. Но тем не менее, монитор 27 дюймов, это обязательно в лабораторию. Все мониторы не менее 27 дюймов. И это связано, как это ни странно звучит, даже вот с этой самой, одной из уникальных, великолепных, отличных патопсихологических методик, нами адаптированных и переведенных в цифровой электронный формат, ни на каких телефонах, планшетах. Эту методику применять нельзя. Можно применять только на больших мониторах с размерностью не менее 27 дюймов. В этом случае таблицы имеют право на существование. Еще раз повторюсь, изначальный вариант таблиц был 60 на 60 сантиметров. Сейчас, в общем-то, можно и нужно работать, и весь мир, и отечественные патопсихологи, клинические психологи, кто знает, тот меня прекрасно понимает, работают с таблицами 15 на 15. 5 таблиц. Кроме того, существует еще одна, шестая таблица. Она реализована в этой методике, в таблицах Шульте. Она является как тренировочной, подготовительной таблицей. Мы приняли такое решение. Можно использовать программу на 5 таблиц, можно использовать программу на 6 таблиц. Мы сами используем и рекомендуем использовать максимальную версию этих таблиц на 6 таблиц. Не на 5, а на 6. И, соответственно, большой экран монитора, как минимум, 27 дюймов. Ну и, собственно, вот эти. Это триада PZMR, SZMR, RDO. И, присоединившаяся к ним методика таблиц Шульте, уже квартет можно говорить. Вот это то, чем можно пользоваться в нашей реальной действительности в области исследования активного внимания, функциональной пробы, функциональных проб на функциональное состояние человека, исследования так называемой неспецифической работоспособности человека, его концентрации, переключения и так далее. Вот эти четыре методики являются единственными и основными. Не покупайтесь ни на какие там разводы, когда вам там предлагают скачать какую-то программу на телефон и так далее. Все это должно быть определенным образом обустроено. То есть, если вы проходите PZMR, это должна быть PZMR нормальная и правильно рассчитанная, и выдающая точные и верные результаты, а не всякую ерунду и билиберду, что сейчас в массовом порядке предлагается в интернете. Собственно, вот об этих четырех пробах PZMR, PZMR, RDO и Шульте я и хотел с вами поговорить вот в этом видео. Если будут какие-то вопросы, значит, задавайте их под этим видео, обязательно ставьте лайки под этим видео, чтобы продвинуть это видео и рассказать людям, чем можно и чем нельзя пользоваться, на что покупаться, на что не покупаться, когда на телефон предлагают скачать таблицы Шульте, но это бред и маразм полнейший, но это так уже эмоции. Одним словом, ставьте лайки, задавайте мне вопросы по телефону в WhatsApp под этим видео. Спасибо всем за внимание и удачи вам!